Социальная среда для инвалидов станет более доступной. Соответствующий приказ Министерства труда вступит в силу в январе следующего года. Учреждения, оказывающие услуги в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, должны будут размещаться на нижних этажах зданий, предусматривать парковку для транспорта лиц с ограниченными физическими возможностями. Инвалидам по слуху должны будут обеспечить услуги сурдоперевода, инвалидам по зрению, доступ в учреждения с собакой-поводырем. Но основная задача – поиск работы для лиц с ограниченными возможностями. В нашей области на очереди в службе занятости таковых около 900 человек. Потребности почти в 4 раза превышают возможности ежегодного трудоустройства в рамках федеральной программы. О том, сколько инвалидов получили работу в этом году и что для этого потребовалось – репортаж Елены Коржовской. Мне нравится, тем более, что я без опыта. Юрист по образованию только в прошлом году Дмитрий закончил вуз. Сегодня работает на одном из частных предприятий Белгорода. Коллектив мне очень понравился, все ребята дружелюбные, отзывчивые. В общем, если что, что-то нужно, помогают. В этом году здесь приняли на работу 7 человек с ограниченными физическими возможностями. Всего же их на этом предприятии 17. Режем мы, например, подрамники на картины. Пошив это там связано с сумками или что-то, флаги там режем. Ну, какие заказы есть, такие все делаем. Всем занимаемся. На предприятии планируют расширять производство. Увеличат и штат сотрудников, в том числе за счет лиц с ограниченными физическими возможностями. Для тех же, кто уже при деле созданы комфортные условия труда. По доступности расширяли проемы специально, чтобы колясочники могли проехать, оборудовали места, сам техобслуживание, потом комнаты приема пищи специально. Инвалиды сегодня трудятся в различных сферах. По закону предприятий, на которых численность сотрудников превышает 35 человек, обязаны принимать на работу инвалидов. Работодатель в этом случае предоставляет соответствующие сведения в органы службы занятости. Все начинается с нашей заявки. Мы говорим о потребности персонали той или иной категории и говорим о том, какие условия труда мы можем обеспечить. В настоящее время лиц с ограниченными возможностями 12 человек. При трудоустройстве лиц с ограниченными физическими возможностями работодатели, как правило, обязаны оборудовать для них рабочее место. Средства на организацию оборудования рабочих мест выделяются в соответствии с государственной программой содействия занятости населения Белгородской области. Они есть составляющие федерального бюджета и бюджета нашей области. За одно оборудованное или оснащенное рабочее место работодателю производится компенсация затрат в сумме 72 700 рублей. В этом году на эти цели из федерального бюджета выделено более 15 миллионов рублей. До конца года в регионе должны быть трудоустроены 245 человек с ограниченными физическими возможностями. Сегодня уже 192 имеют постоянное место работы. Елена Коржовская, Виталий Петренко, Новости Мира Белогорья.